Пилюса Харасова Строитель возводила в Уфе детские сады и элитные постройки, а дом на улице Глинки обещали сдать в январе 2016 года. О репутации застройщика говорят и другие дольщики. Мы не покупали дешевые квартиры, мы не покупали социальное жилье, мы покупали на ипотеку, на деньги, которые бы сами заработали. Мы верили, что в течение года все это достроится. Приходят только отписки, нам пишут, что дом сдан, все хорошо. Четыре подъезда отметили Новоселье еще несколько лет назад, а вот на последнем стройка встала. Секция готова на 90%, но в таком виде здание стоит уже третий год. Осталось подвести коммуникации и произвести внутренние фасадные работы. В секции 80 квартир, из них 43 переданы городу как социальное жилье. В администрации города поясняют, сейчас все зависит от процедуры банкротства, а в этой ситуации остается только ждать. Как только средства будут взысканы с должника, с застройщика, внешним управляющим, так будет вестись достройка дома, и уже потом можно будет говорить о введении в эксплуатацию вот этой последней секции Д. Факт в том, что администрация города оказалась точно в такой же ситуации, как и граждане, которые ожидают свои квартиры в этой секции. В 2015 году у застройщика начались финансовые трудности. Дольщики озвучивают также версию, что это был рейдерский захват и умышленное банкротство. Но факт в том, что идет процедура внешнего наблюдения, а в такой же ситуации оказались еще два дома. На улице Летчиков и Ферина. Конкурсный управляющий поясняет, активов в компании должника должно хватить на всех. Определить конкретную сумму невозможно, потому что у нас какое-то имущество оценено, какое-то имущество не оценено. Вот Летчиков мы сейчас завершаем 10 проданных квартир, мы их включаем в конкурсную массу и реализуем. На вырученные, в том числе на вырученные деньги, будет строительство Ферина и Глинки. На Сырово должна была распродать имущество должника, то есть ООО-строитель. Вот этим она не занимается, то есть никак не может согласовать то СМИ, то еще что-то, то какие-то аффилированные лица находятся, которые пытаются выкупить имущество. В Госкомитете по строительству говорят, работа над проблемными объектами ведется. Уже разработана очередность ввода зданий. В январе 2018 года будет сдан дом на улице Летчиков, а в конце года на Ферина. По Ферину у нас однозначно финансовая модель уже предоставлена, по Глинке пока до конца мы финмодель совместно с застройщиком не просчитали, в настоящий раз расчет идут. Тут вопрос, еще раз, опять же, закон о банкротстве, внешнее управление, оно немножко как бы корректирует наши планы, и, к сожалению, мы не можем в таком оперативном режиме эти вопросы снимать, так как реализация имущества на стадии внешнего управления процесс довольно-таки длительный. Секция дома на улице Глинки будет достроена в последнюю очередь. Конкретных сроков пока не озвучивают. По словам дольщиков, здание уже начало разрушаться, а на это потребуется дополнительное средство. К 2020 году в России планируют отказаться от долевого участия, но очевидно, что проблемы обманутых дольщиков кроются глубже в самой строительной отрасли.